Уважаемые участники форума, приступаем. Здесь пойдет об элементах физики времени. К сожалению, это еще не физика времени. Видимо, не скоро физика времени смогла быть доложена. Потому что эта вещь очень, в общем-то, тонкая и сама себе препятствующая до некоторых растений. Ну, сектор пути преодолевает, в конце концов, затражнение. Я хотел бы, значит, копнул в первом эту вселену и оставил ее в каком-то положении. Николай Александрович Козырев. Он первым обратил внимание на материальность времени, на то, что, по идее, время представляет собой некий поток. Он, в общем-то, постулировал в своей первой книжке по причинной или несимметричной механике, постулировал наличие в природе феномена отрицательного времени. Правда, он мне объяснил, что это такое, но, тем не менее, приоритет есть приоритет. Почему в запущенном состоянии этого теория времени? Потому что проявления отрицательного времени и подобных эффектов в рамках этой теории, они, в общем-то, скрытые, и их нужно умело искать. И ставать свой нос туда, где, в общем-то, практически ничего не работает. Это такие закололки физики, как существование или несуществование. Закон о сохранении энергии, с которым темпоральные эффекты напрямую связаны. Вот. Это казусы, теории относительности. Здесь можно иметь определенную смелость для того, чтобы их вскрывать и использовать на пульсах. И еще огромное поле деятельности – это квантовая механика в своем незаконченном виде из-за того, что она по-прежнему не обращает внимания на скрытые параметры. Вот. В скрытых-то параметрах и внестится время и его проявления. Но доминирует, и доминирует копенгальдская школа физики. Но, помимо этого, там же непочатый край, и это отличают и ферме, и ферьмам. Не знают, что там спрятаны, в общем-то, вещи, которые нужно, не стесняясь, проста. Так вот, следуя козырю, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что первая же формула, которая наиболее часто нам попадается на глаза, а эта формула, да, совершенно верно, это так называемая формула Эйнштейна. Хотя, конечно, это не формула Эйнштейна. Будет переписано несколько по-другому. Альбург, я, пожалуйста, рисую на 2. Рисую на 2. Громче можно? А? Громче немножко. Я буду стараться. Извините. Вот. Если немножко модифицировать эти формулы... Альбург, любнись на первую. В общем-то, мы видим, что, в общем-то, изменив только один параметр, C-квадратов, мы сразу же попадаем в область планковских единиц. Это симптоматично. И вторую, пожалуйста. Вот еще по-другому расписано. Вот как представляется своеобразно. Это же некоторая поверхность пространственного характера. Вот это, это явная поверхность времени. Причем времени не одномерного. Тот же квадрат. Это по-все не то, что считается общепринятым в современной физике. Я имею в виду хорошую книжку по физике времени, написанную черменную. Черменную. В 87-м году. Ничего другого нет. Интереснее и полезнее. То есть лично. Вот и рекомендую, между прочим. Ну так. Вот. Так вот, оказывается, что те вот Козыревские наметки на то, что время не одномерно и, точнее говоря, если еще больше приблизиться к Козыреву, если говорить о том, что он назвал время потоком каким-то своеобразным, то вот здесь проблески по точностью времени налицо. Вот тут же... На части там будет красная точка. Вот это надмите. Смотрите, как удобно. Это же площадь. Вы понимаете, перед нами это сечение Козыревского потока времени. И он считал его субстанциональным. То есть вообще, когда искал частицы, элементы времени, какие-то порции, кванты времени, стараясь приблизиться к квантовой механике, но просто не успел он это сделать. К сожалению. Значит, поверхность времени, сечение потока времени. Здесь же вот эти вот записать добавки. Получается и отрицательное время Козырева. И взаимосвязь этих времен. Много потенции. И вот это нужно раскрывать. Очень многое написано Козыреву между строк. И вообще, это как раз то место, где пишут о физике времени с доисторических времен. Как если бы это припрятывалось до поры и до времени. Своя врата. Вот. Вот это вот. И еще раз, эта формула, она подчеркивает материальность потока времени. Уточняет принцип эквивалентности массовой энергии. Его приписывает Эйнштейн. Но это убедил еще Томпсон, который первым написал эту формулу. Для микромира, причем раз для микромира, то из-за того, что в этой среде доминирует соотношение неопределенностей Кезенберга-Бора, то эта среда описывает, нарушает, в этой среде нарушается закон сохранения веры. Элементарно. Причем, я опираюсь в этом положении на того же самого чернина, который так давно и полезно об этом писал, но до конца, в общем-то, дело не довел. Андрюш, идем дальше. Здесь я критикую Эйнштейна, у которого, в частности, вы понимаете, вот в этом соотношении, вы понимаете, что записано? Здесь превышение скорости света. В явное. А это вторая его статья, в аналоге на Берфизик, вторая, которая добавляла к первой статье того же журнала, повторяла его, потому что Эйнштейн сам был невероятарен в своем голове. Вы понимаете, это же вопреки постуматам, специальной теории относительности. Этим все сказано, это аномалия. Это критика вот тут, и она почти очевидна, и она расписана, кажется, в нашей жизни. Андреев, что у нас дальше? Вообще, говоря, ситуация давненько очень неприглядная, физика вплотную вокруг теории относительности. И вот нашелся Леон Брилюин, который попытался написать вот эту формулу, он очень ее хвалил, сразу для вершины физики двадцатого века, фундаментальная основа всех физических наук. Но, Брилюин, 70-й год, мы не беремся объяснить смысл этих соотношений. Он для нас непонятен. Ни одна теория, в крайней мере, в настоящее время, не в состоянии объяснить, почему эти соотношения такие и какие, как их можно понять. Расписаться, в общем-то, непонимание осов, а осов современной физики. Лешенька, что вы думаете дальше? Эти соображения, ну и еще ряд критических замечаний в адрес теории относительности позволяют искать проявления физики времени в синтезе наук типа теории Максвелла, причем в сочетании с планковскими единицами. Вот в таком вот аспекте. Потому что мы в первом же своем приближении к неодномерности времени натолкнулись на планковские неделюции. Это все автоматично. Этим нужно пользоваться, за это нужно хвататься, это ведущая нить. Так мы и понимаем. Фактически вот из этих соображений поставлена задача. Но теперь я пойду поскорее. Как планков смирить? Вот. Дальше манипулируем формулой Максвелла. Это для него равняется С. Всем известная радиотехническая формула. Она является прямым следствием теории электромагнетизма Максвелла. эфирологическая. Поэтому ко всему этому всему этому что наворачивается на постановку задачи поиска подходов к теории наворачивает обязательно эфироводие по максимуму и те кто записал но Томпсон повторяя первым написал эфирологическую формулу г равно mc квадрата пораньше Эйнштейна. И конечно нонсенс применительно к теории Эйнштейна то что его теория выведена его формула mc квадрат выведена из соображений об отсутствии в природе эфира что в общем-то опровергнуто недавно физиками которые открыли ускоренное расширение и вселенная были официально качали головой да я вам вопрос вопрос так вот эфир найден в каком виде в виде темной материи и черной аллергии которые в свою очередь хоть и разделены с самого начала в 1998 восьмом году но результатов находки того или нового нет и вот под этим подписался недавно уроков академик в своей статье из из американского движения нижемесячника в мире науки так что вот ну формулу то есть следствие и все то что чем озабочен Брегуэн это очень легко преодолевается за счет вот этого соотношения лучше чем так понятного а отсюда вытекает то чего искал Брегуэн вот эти самые соотношения по-другому написанная немножко формула так называемая Эйнштейна формула Тумсона а это же планковская зависимость энергии от времени фактически потому что за Т-планка стоит время это очень важно потому что все в общем-то построения квантовой механики базирующиеся на принципе дуализма они преодолеваются этим соотношением в то же время далее мы покажем что эта добавка и планковская порционность она тоже заслоняется при массовом при обращении со временем как с массой корпускул и в общем-то компонент некоего потока опять же похожего пояснилось заодно и мимоходом что эта предыдущая формула которая сняла проблемы Бриллёена она может быть продолжена в своем показе вращательных свойств изучаемых микросистем вот это момент инерции на планковском уровне а это квадрат частоты это тоже вращательная характеристика да еще вот это постоянная планка это же внутренний момент действия единица действия и это момент количества момент момент импульса так вот еще раз обращаю внимание защитник теории относительности я правильно вас понимаю или у вас такого рода другого замечания извините но время но да не на его смотрите на часы еще пять лет спасибо 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 Так вот, который раз, встречая отрицательное время, можно понять, в этих подсотношениях эту закономерность уже встречать неоднократно. Андреша, вот, пожалуйста. Находим проявление отрицательного времени в формуле Томпсона и в других продолжениях этого соотношения для ЕРМС квадрата. А дальше, дальше, мимоходом, показывая, что мы где-то вплотную рядом к квантовой механике. Оттуда же следует соотношение неопределенностей Геннг-Гейзенберга-Бора, который поддерживает нашу концепцию о том, что здесь нарушается закон сохранения медленно. А отрицательное время, которое встречено, это же в соответствии с медленно, это же асимметрия времени. Это еще один довод, после того, что в нейтральные комедии не работают закон сохранения. Вот. А, значит, внедрившись в квантовую механику, мы находим удивительные констатации наличия в природе отрицательного времени. Вот в таких вот представлениях волновая функция, написанная на первом ферме в его лекции по физике. Вот. А это полная определенность. Это, соответственно, это с достоверностью единиц. Никакого индетерминизма, сплошного индетерминизма. Вот. А Аргадия... Психология. Дальше. Ну, подсказывать я не пропаду. Нет, нет. Да? Вот. Из-за того, что время нашлось, мы смело подставляем его в паре с предыдущим соотношением, которое является совершенно декриминированным. А дальше начинается следующее. Мы начинаем находить скрытые параметры. Вот это вот соотношение вот так распишем. И вспомним, что те максимальные для мира элементарных частиц, к которым относятся вот та область, которую мы рассматриваем, это по Маркову, это энергия массы планкиона. 10 минус пятой граммы, если бы вспомнить. Вот. А это минимум. Это время жены и жизни планкиона. Но это же, вы понимаете, это максимальная оптимизация микромириев. Там, где царит индетерминизм, это же явно на пользу вот выявлению скрытых параметров. Ну, что касается самого планкиона, то в одной из наших работ мы показали более или менее убедительно, что существует такая частица. Вопреки представлениям Гинского, который в своей работе в 99-го года, в общем-то, возражает против такого логики. Не стандартного для его концепции обращения с черными мини-дыром, мини-дыром. Далее, можно видеть, что разумный человек, и мы предположили, что за вот таким соотношением может стоять высший разум с его оптимизацией, то логическим продолжением является использование не Максимина, а Мини-Максимина. Вот. А вот это вот время, это время душевизни Вселенной. Хаббловский вот. Вот. Вот это, это то, что нашел первым Брандштейн. И это, это вот частичку он назвал Грабетоном. Вот. Подознаешь, она имеет какое-то отношение к... Вот это вот система оптимизации, это Максимин, Мини-Макс, это не один раз сказано. Из этого устроена система, и мы чуть позже ее воспользуемся. Дальше. Хотел бы сказать, что... Хотел бы сказать, что... Для того, чтобы считать Грабетоном частицей времени, нужна процедура идентификации его свойств, ну, описываемых как-то, с теми свойствами, какие проявляла бы частица времени. Андрюш, вот. Короче говоря, в данном месте мы целиком опускаемся в область теории систем автоматического регулирования и с помощью метода черного ящика находим операторное уравнение того, как вела бы частица времени, вот которую мы нашли из этого оптимизационного соглашения. Находим, как она вела бы себя, ну, будучи подвергнута поиску с помощью... По методу черного ящика это что? Это частотные характеристики, это вопрос-ответ, это передаточные функции, все такое. Это должное знать люди, которым считался курс теории систем автоматического регулирования. Вот эти операторные уравнения. За ними, за ними стоят, в общем-то, такие известные вещи, как дифференциатор и интегратор. А дальше, вот то самое соотношение мы используем, оно у нас для... Оно записано было... Для системы оптимизации вот это вот соотношение. А здесь, вот этот параметр, в своем докладе на предыдущем Конгрессе, во всем случае, в статье, которая помещена в трудах, там вот это, в жизни, поются дифферамбонами из-за того, что она является, ну, ключевой для понимания того, как устроена Вселенная, выходя за рамки микрофона. Дальше, на основании вот тех вот сопоставлений того, что делает гравитон с тем, что положено ему делать в рамках теории систем автоматического регулирования, эта частица идентифицирована в качестве частицы времени. Тем самым подтверждается, немедленно подтверждается представление Козырья о том, что это субстанциональная, что работает именно субстанциональная теория, и она, в общем-то, таким вот способом, путем нахождения массы этой вот частички крылья, того, которое мы отрождествили с порцией времени, оказывается, что вот такая вот существует поток частиц. В этих вот заключительных... У нас в Конгрессе нет отрицательного времени. Что? В Конгрессе у нас нет отрицательного времени. Вы это заблуждаетесь. Может быть, может быть, но другие докладчики тоже хотят что-то сказать. Я понимаю. Поэтому, значит, кратенько, что еще хотелось бы мне... Крайникамске. Фу, мой, струнный закончик. Вот. Подтвержден Позрюк. Вот. Подобное же явление с отрицательным временем, с отрицательным временем наблюдалось на СШГ. Красноярске. Это... Красноярск. Вот. Там появила этот эффект линейная теория. Мы нашли продолжение этой теории в разработках института и по одной математике. А там нелинейная теория, и эти подтверждения есть. Более того, те же самые представления о наличии в природе отрицательного времени проявляются не только, там вот, в таких вот аварийных ситуациях. В природе не только, но и в таких, в общем-то, в высшей степени почтенных теориях, как теория Эйнштейна, Картана, Дерака. Модель Дерака, если кто помнит. И пора возвращаться. И мы это делаем. И у нас там картинки. Но мы не станем вас этим не отружать. И еще последнее. Показываем, что крайне простая теория, которая опирается на вывод закона, закономерности несохранения энергии, приводит к тем же самым результатам, а нарушение закона наблюдается в модели Дерака. Понятно. Не просто, что все это соинно крайне подтверждает одно и другое. Так, спасибо большое. Вопрос. Есть вопрос, пожалуйста, естественно. Хоть ограбил себя. Вы не знакомы с фамилией Сарфогин? Да-да. Профессор Сарфогин, он сейчас в Москве. Я слышал. На институте транспорта. Я не знаком. Он подтверждает ваши выводы насчет того, что в микромире абсолютно не соблюдается закон сохранения энергии. Я это, конечно же, читал. Но не знаком лично. Есть у вас телефон? Нет. Вы напоминаете мне? Ну, он в институте транспорта заглядывает кафедра физики. Мы тебя поищем. Да нет, он дело не в том, что знал или не знал. Конкретный вопрос. Конкретный вопрос. Он там упоминает в своей теории, что Бог сначала был на этих позициях, а потом, когда его заклевали, он спрятался и отрицал. Время было. И так делись многие. Пускай... Он был хороший. У нас интересные вопросы. Да, вопрос у меня такой. Ну, отрицательное время – это трудно воспринимаемое, но отрицательное время, по вашей теории, предполагает наличие отрицательной энергии. Вы знаете, да. А что же это такое отрицательное? Напомню. Напомню. Это известная вещь. Да. Ну, до меня это известная. Например, в книжке с версиями Фернки есть ссылка наших редакторов на представленные... Это старая книжка. Вы мне не ссылки на автора, а вы мне объясните, что это такое отрицательное. Это величина ненаблюдаемая. Подождите. Это иерарий. С физической стороны, не с математикой. Математика я вам что угодно могу доказать. Да. Значит, с физической стороны, что такое отрицательное время. И авторитетов тоже не надо. Да. Пожалуйста. 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 Вы собственное мнение. Лучше экспериментарно. Ну да. Сейчас. Не мешай мне. Я не мешай мне. Я больше только по этому поводу. Но, к сожалению, я бы... Ну, для вас к авторитетам не является... Коротко. Коротко. Вот это является экспериментом. Нет, раздуждение. Я бы сказал, что... Эксперимент для вас приемлем? Нет. Пожалуйста, раздуждениями покажите, что это есть. О, вы что-то не имеете в виду. Я не могу сказать, что это... Отрицательное время. Отрицательное время. Нет, нет. Во времени это уже совсем бывает. Время и энергия коррегированы. Они взаимосвязаны. Хорошо. Они образованы собой каноническое уравнение. Меняется дознёй, меняется дознёй, меняется дознёй. Всё. Ясно. Ясно. Понятно, что дело тёмное. Переходим... В вашем договоре, в вашем договоре, в вашем договоре неправильно указана личина Планковской длины. В сто раз меньше, чем Планковской длины. Там же в Минске говорят... Я всё противник. Ты вообще форма Планковской длины... Я знаю, что это такое. Извиниться. Если мне нужно... Так, пожалуйста, вопрос. Борис Александрович, да? Андрей Александрович. Андрей Александрович, вы, конечно, правы, но истинно дороже, что ли? Кант в своё время сказал, что время – это только то, что находится в нашем сознании. В природе времени нет. В природе имеется происходящее явление природы, которое воспринимается природой как, ну, образно говоря, как длительность, то есть изменение, изменяется масса, изменяется расположение... Я не закончил ещё. Не закончил. Вы же утверждаете, что у вас время – это материальная какая-то частица. Каким образом длительность стала материальной и ещё частицей? Видите, это не одно и то же. Но они связаны. Связаны чем? Размерности безусловно разные. Но, Андрюш, да вот возьмём эту формулу. Энергия и время связаны через вот этот процент связи. Значит, я тут уже кое-что... Одно замечание вам сделали. Не математика определяет, не математика определяет физические, появление природных явлений. А физика и природа явления подтверждаются математикой. И не можете вы, ссылаясь на формулы, делать какие-то выводы, причём, которые не соответствуют любому логическому пониманию. Причём, формула – недоказуемая гипотеза Планка. Причём, вот он всё правильно подметил. Недоказуемая гипотеза. Спасибо. Это опечатка или нет? Вот у вас время взято в помозу. Да. Опечатка? Нет, не опечатка. Это... То есть, энергетика будет положить? Ну, температура. Теория Эйнштейна-Карсана-Дирайва. А, понятно. Так. Мы отходимся без этого отклонения. И последний вопрос. Значит, исходя из вашей теории, возможны вечные двигатели первого рода. Так, совершенно верно. Первого рода. Первого рода, да. Да. Ну, тогда всё, спасибо. Тогда дальше идём. Я рад, что вы на пути к пониманию. Спасибо. Понятно. Поблагодарить доказательство. Он старался. Конечно. Ну, благодарите. Ещё одно замечание, товарищи. Наша Вселенная является вечным двигателем первого рода. Второго рода. Нет. Теория Эйнштейна-Дирайва. Ну, это видно. Это видно. А что, не происходят никаких изменений? Да ладно. Всё равно закон сохраняется. Только... Только... Только превращение в массы нет. Как... Как круглый, товарищи. Надеюсь, надеюсь не прекратить. Не, не я. Я, как следующий комментик, я уже сделал доклад. Так, вам... Я не являюсь. Нет, товарищи. Так вот, наша Вселенная, она и есть вечная девитость. 24... Как процент, что это надо было? 17 с лишним миллиардов лет существует. Это очень мало.